Интересно Дмитрий Иванович, давайте, наверное, начнем с того, что нужно о вас знать человеку, который первый раз сейчас, может быть, посмотрит на экран и с вами познакомится. Ну, футбольная карьера была достаточно долгая и продолжительная. Играл в ведущих клубах нашей страны, в таких как ЦСКА, «Зенит», с Грозненским тереком, брал Кубок России. С точки зрения тренерской работы, я 10 лет провел в системе РФС и тоже определенный результат. Вы тренировались у Валерия Непомнящего, это же правда? Да, так точно. Вы, можно сказать, его воспитанник в том числе? Ну, к сожалению, начинал я тренироваться у него, но он через короткий промежуток времени, буквально год, я у него позанимался и он уехал на обучение в Москву. Слушайте, год это немало, вы уже схватили эту методику, что называется. Вы блестящий полузащитник, вы, на самом деле, получается, мозг команды, который координирует действия в центральной части поля, соответственно, вы еще и блистательный исполнитель штрафных ударов. При стандартах вы всегда отличались. На самом деле, Дмитрий Хомуха немного скромничает, вы поиграли в Петербургском «Зените», с ЦСКА вы, по-моему, взяли Кубок России также, да? Нет. Если я память не изменю, именно с Териком, да? С Териком я взял Кубок России, а с ЦСКА играл в финале Кубка. Да. Когда вы стали уже лицензированным тренером, получили высшую категорию, и, насколько я понимаю, вы в 2017 году стали обладателями Кубка Европы, да, первенства Европы? В 2013. В 2013 году. Это с молодежи до 17 лет. Да, 17-летние. И серебро с молодежи до 19 лет. Да, в 2015 году. В связи с этим сразу вопрос. Как Дмитрий Хомуха попал в футбольный клуб «Калуга», если у вас наверняка других предложений, ну чего уж там греха таить, наверняка хватало и более престижных каких-то мест, возможно, более высоких зарплат. Как генеральный директор футбольного клуба «Калуга» Олег Геннадьевич Митрофанов смог вас в «Калугу» привезти? Рассказывайте. Ну, все знают ситуацию, в которой оказалась РФС в связи с международными санкциями. Мы были лишены участия в международных официальных турнирах, соревнованиях, и поэтому ко мне обратились руководители клуба «Калуга» с просьбой рассмотреть этот вариант. Мы встретились, обговорили направление, то видение того, как будет развиваться клуб. И мне показалось это очень интересно, самому своими руками постараться создать что-то с нуля. А у вас же параллельный еще действующий контракт есть, если я правильно понимаю? Ну, на сегодня уже нет. На тот момент, когда мы разговаривали, он, конечно, был. Но сегодня я полностью подписал контракт на два года с футбольным клубом «Калуга» и уже на сторону никуда не смотрю. Так, ну расскажите, получается, футбольный клуб «Калуга» для вас это такой вызов, проект вызов, правильно я понимаю? Абсолютно верно, да. Что вы хотите добиться с футбольным клубом «Калуга», исходя из того, что команда во второй части турнирной таблицы вновь завершила предыдущий сезон? Ну, задача предельно простая, передо мной поставлена в течение двух лет повышение в классе, выход в НЛ. В течение двух лет? Да, ну в этом году задача стоит занять место с первой по третью, а на следующий год уже однозначно стоит задача повышения в классе. Будете ли вы делать ставку на местных? Ну, все знают, что вы исключительно работаете с молодежью. Вы классно отрабатываете молодые кадры, но сразу же вопрос, будут играть местные, будут играть приезжие или будете рассматривать разные варианты? Ну, абсолютно разные варианты. Идея такая, что именно подготовка хороших молодых футболистов, которые станут востребованы клубами Премьер-лиги, подготовить их и реализовать, чтобы клуб вышел на самоокупаемость, чтобы он сам смог пополнять бюджет клубный. То есть, правильно я понимаю, что кроме того, чтобы повысить класс команды, у вас стоит задача воспитывать футболистов для дальнейшей продажи, чтобы клуб, соответственно, смог зарабатывать? Ну, это западная модель устройства футбольных клубов. Расскажите, как будет проводиться работа с молодежью в таком случае? И значит ли это, что ветеранов команды ждет разрывы контрактов или они просто доиграют? Нет, будет несколько футболистов стержневых, опытных, и они будут являться именно теми ребятами, на кого будут опираться молодые футболисты. А большая часть молодых футболистов, она и будет представлять команду. Именно тех, кто сегодня пока еще не раскручен, кого еще не знает футбольная общественность ни в Калуге, ни в России. Это абсолютно пока никому не известные футболисты, и наша задача подготовить их для того, чтобы они прогрессировали и стали востребованными клубами, которые готовы будут предложить нам варианты, которые клубы устроят для того, чтобы мы сами окупали сами себя. Дмитрий Иванович, а как вы будете искать этих футболистов? Это агентская работа, вы лично будете просматривать какие-то регионы, конкретно на них делаете упор. Как это будет происходить? Сегодня, когда меня пригласили в клуб, в структуре клуба было три человека, которые отвечали за это направление. Это генеральный директор, вновь назначенный спортивный директор Михаил Ершов и я. Это три человека, кто будет заниматься формированием именно команды, состава команды, подбора персонала. Со мной приехали два моих помощника, которые на протяжении очень долгого времени со мной работали в РФС. Есть ли у молодых местных футболистов шанс попасть в основу или вообще в целом в костяк команды? Ну, на сегодня уже вторая неделя идет нашей подготовки. И мы уже привлекли от пяти до семи молодых футболистов с молодежной командой Калуги, которые на регулярной основе тренируются с нами, находятся на теоретических занятиях. И мы их погружаем в те требования, которые необходимы будут для решения тех задач. Но мы их фамилии пока называть не будем? Ну, это еще пока преждевременно. Это молодые ребята, которые на сегодня играют только в молодежной команде, но у которых есть неплохие шансы зарекомендовать себя и проявить в родной команде. На что сейчас надо сделать упор и какой вы видите футбольный клуб Калуга? Это сверхатакующая команда или это команда, показывающая какой-то размеренный футбол? Может быть, это какой-то Катенача? Что это будет? Ну, и задача стоит именно подготовить таких футболистов, которые будут востребованы. А это можно сделать только, если команда будет ориентирована на атакующий футбол под игру первым номером. И свою подготовку мы начали именно с этого, с атакующего блока. И сейчас активно пытаемся реализовать его. Поэтому от этого направления мы отходить не будем ни при каких обстоятельствах. Именно акцент, создание своего стиля узнаваемого, чтобы болельщику было интересно приходить на матч и получать удовольствие. Скажите, а для каких-то футбольных гурманов можем сейчас коротко сказать, какая будет схема футбольная? Или пока еще не знаете? Ну, базовая, основная будет схема 4-3-3, которая подразумевает большое количество игроков группы атаки, которые играют на половине поля соперника. Вы как полузащитник, опытнейший, блестящий, уже определились, кто будет возглавлять, скажем так, вести команду в центре поля? Ну, как раз этот процесс сейчас у нас и проходит. Мы сейчас смотрим, кто из футболистов между собой наилучшим образом взаимодействует. Смотрим, как они друг друга дополняют. Поэтому этот процесс творческий, и на него потребуется продолжительное количество времени. Дмитрий Хамуха жесткий тренер? Требовательный. Требовательный. Чем должен обладать футболист, если мы не говорим только про физику и какими-то технико-тактическими действиями? В первую очередь, это профессиональное отношение к самому себе, как к футболисту. Если молодой футболист хочет прогрессировать, только самоконтроль, постоянные замечания или еще что-то, это все не работает. Если сам футболист осознает, для чего он играет в футбол, какую цель он перед собой ставит, только тогда можно будет чего-то добиться. Поэтому на самосознание построено и на доверие молодым футболистам. Вот эти два фактора, это очень важно для молодого футболиста почувствовать, что тренер на него рассчитывает. Не все сами по себе личности, и любой человек требует к себе внимания. И вы, получается, к каждому можете найти подход? Или нет? По крайней мере... Или жесткая система? Я, по крайней мере, стараюсь с каждым из футболистов поговорить, узнать его мнение о том, как мы занимаемся и тренируемся, интересно ему, неинтересно уж, какие он сильные свои качества видит сам, на что бы он хотел обратить внимание. Но вот этот процесс диалога с молодыми футболистами, это очень важная история. Если молодой футболист чувствует, что есть ответная реакция от тренера, то это очень сильно мотивирует. Я бы с вами мог и целый час проговорить, потому что вы знаковая личность для российского футбола и советского, в том числе, чего уж там говорить. У нас, к сожалению, не так много времени, сейчас хотелось бы поговорить конкретно про Калугу, как город в целом. Вы приехали в Калугу, коротко, ваше ощущение, ваше мнение, потому что вы здесь побывали в первый раз. Ну, очень хорошее впечатление осталось. Я посетил и набережную, и в парке мы в центральном прогулялись, и по центральной улице познакомился. И в целом очень хорошее впечатление. Ну, то есть после работы есть где разрядиться. А с точки зрения футбольной инфраструктуры, долго говорили, что Калуга не футбольный город. Несмотря на то, что у нас мальчишки выходили из академии, куда-то пробивались, но это единичные случаи. На сегодняшний день, по вашему мнению, что мы можем получить, используя исходные данные? Ну, моя задача, которую передо мной поставили, изменить отношение даже самих горожан к футбольному клубу. Чтобы зрители сами были заинтересованы прийти на футбол и поддержать своих воспитанников, своих молодых ребят и вообще клуб в целом. И задача из-за этого тезиса, что Калуга не футбольный город, сделать его футбольным. Постараться приложить максимум усилия для того, чтобы перевернуть кардинальное отношение к футболу. Тезисно, что для этого нужно? По вашему мнению, какие ваши шаги? Ну, первое, необходимое, вот после вашей встречи, я еду на встречу с футбольной школой Калуга, с тренерами, с руководителем школы. Для того, чтобы обменяться мнениями, что нам необходимо сделать, как нам консолидировать усилия для того, чтобы футбол в Калуге развивался иными темпами, чем он развивался до этого. И мне сейчас важно понять, что для этого необходимо самим тренером. Хотят ли они развиваться? Есть возможность предоставить Калуге статус регионального центра от РФС, куда будут приезжать высоко квалифицированные специалисты, которые работают именно по направлению детско-юношеского футбола. То есть, правильно понимаю, мы, по примеру Сергея Галецкого, хотим в Калуге организовать такую академию, которая стала бы конвейером для молодых футболистов, начинающих свой путь в футболе и уже выходящих как профессионалы, это вот как раз та модель, когда мы выращиваем, продаем, получаем деньги и так далее. Да, абсолютно верно. И только с одним уклоном, что молодые ребята не смотрели на страну, а для них создавались здесь такие условия, и они сами были заинтересованы на первых порах в раннем возрасте не уезжать из Калуги, не уезжать в Москву, не уезжать в Санкт-Петербург или в другие города, куда их приглашают, а самим попытаться здесь, у себя дома выйти на тот необходимый уровень, и уже потом, когда состоятся как 17, 20, 21 год, тогда, пожалуйста, если будет хорошее предложение, которое устроит клуб, мы никого, конечно, держать не будем. Что еще нужно сделать для того, чтобы Калуга стала по-настоящему футбольным городом, если есть какие-то моменты? Ну, с точки зрения инфраструктуры, конечно, это площадки, которые есть и которые готовились к чемпионату мира, они очень хороши для юношеского футбола, для профессионального футбола там не хватает ни мест, ни необходимых телевышек для съемок, ну, такие мелкие нюансы, и эту инфраструктуру нужно заранее готовить к тому, чтобы, если команды уже в этом году готовы будут к повышению в классы, чтобы у них не было никаких проблем для получения лицензии, для участия в ФНЛ. Подход фундаментальный. Заключительный тогда вопрос. Вы переводите команду на натуральный газон. Вы хотите, чтобы команда играла вот именно на орбите, на спутнике, правильно я понимаю? Да, абсолютно. Да, и я знаю, что вас не устроил вопрос логистики болельщиков, чтобы неудобно к болельщикам было добираться. Как вы смотрите на этот вопрос? Ну, и этот вопрос мы уже проговаривали, и сейчас пытаемся найти решение. В свое время, как мне говорят, несколько лет назад была практика, когда клубные автобусы брали болельщиков в центре города, в хороших локациях, всем удобно, и отвозили на стадион, и после матча таким же образом привозили в город. Поэтому, если это будет реализовано, я думаю, что болельщик придет на стадион. Дмитрий Иванович, это было большим удовольствием провести эти 15 минут вместе в этой беседе. Мы будем следить за развитием событий. Вам желаем, естественно, успехов. Ну, и если Калуга в ближайшее время выйдет в ФНЛ и станет футбольным городом, мы, конечно, будем очень благодарны. Вы, безусловно, блестящий футболист, отличный тренер, но и просто интересный человек. Друзья, у нас новый тренер, мы вас с этим поздравляем. Следите за развитием событий и смотрите матчи на стадионе футбольного клуба Калуга. Это была программа «Интересно». Увидимся. Интересно.